МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Студия Ислава Лива. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Смотрите в сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность на дорогах прежде всего. С рабочим визитом в нашем городе побывал Рифкат Менханов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полезные встречи. Детская районная дума встретилась с главой района и задала свои вопросы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каток своими руками. В Камбриде ученики школы начали заливать каток. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш город с рабочим визитом посетил главный госавтоинспектор Татарстана Рифкат Менханов. Сразу после приезда Рифкат Менханов направился в Бавлинский отдел госавтоинспекции, где провел прием граждан по личным вопросам. К этому времени предварительно записались 5 человек. Бавлинцев волновали такие вопросы, как плохие дороги, отсутствие дополнительных секций на светофорах и высокие штрафы. Но самым главным вопросом стал вопрос о регистрации транспортных средств в нашем городе. Нам приходится права менять ездить в Було-Имал. За какой-то справкой в КАИ приходится в Було-Имал есть? Единственное, если будет человек, если кто-то нам даст дополнительный человек, то мы можем дополнительно предусмотреть регистрацию, но плюс он еще будет и другим здам для нас. Потому что на Гурске маленькая, то есть из-за регистрации мы не можем держать человека. А то, что сегодня и есть, у них и так на Гурске большая. Начальник отдела ГИБДД по Бавлинскому району Рамис Галиев добавил, что на сегодняшний день в городе и районе зарегистрировано чуть больше 11 тысяч транспортных средств. Ежегодный прирост составляет лишь 6%. А есть муниципальные районы, в которых эти цифры намного выше. Затем Ревкат-Мениханов совместно с руководством города посетили детский сад номер 5 «Белекэщ», где работники дошкольного учреждения рассказали о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Не случайно в детском саду проходит неделя безопасности дорожного движения. Надо сказать, что то, что было в 90-х, 2000-х, сейчас же в 2010-е годы, разница большая. Если мы начинали в свое время с материального оснащения, с кадров, с книг, то сегодня надо сказать, что кадры есть, материальное оснащение есть, методические разработки есть, дети есть, только осталось их учить. И все это получается. В рамках тематической недели в фойе была подготовлена выставка «Машина моей мечты». После посещения мобильного класса гости посмотрели театрализованное представление с участием воспитанников учреждения. В конце встречи Ревкат Нургалеевич преподнес ребятам подарки. Это четыре детских велосипеда. Сегодня ситуация, слава богу, в районе по дорожно-транспортным происшествиям, она стабильная. Я хочу сказать, что у нас есть снижение по дорожно-транспортным происшествиям. Именно благодаря тем, наверное, мероприятиям, которые проводятся и в школах, и в детских садах, и не только, так скажем, но и на дороге, профилактическим мероприятиям сегодня можно достичь снижения. А в первую очередь я призываю не только жителей района, но и всех руководителей, самое главное это соблюдать правила дорожного движения. Это самый большой залог безопасности. Мы не будущее страны, мы ее настоящие. По таким девизам прошла встреча главы района Рамиля Гатиатулина с Детской районной думой. Ребята смогли высказать свои предложения по улучшению жизнедеятельности не только в городе, но и в селе. И подняли вопрос об организации новых досуговых мероприятий для молодежи. Детская городская районная дума в нашем городе существует уже более пяти лет. В ее состав входят 35 учащихся школ. Более десяти из них являются представителями семи сельских поселений района. Это активисты, лидеры, спортсмены, участники различных молодежных движений. Все они полноправные граждане нашей страны и уже успели получить свой первый документ – паспорт. Первой целью деятельности является представление интересов детей, подростков и молодежи на районном уровне. Предоставление возможности молодому поколению участвовать в общественной жизни города, районной республики, влиять на молодежную политику, реализовывать собственные проекты. На встречу с главой района ребята пришли уже с заранее приготовленными вопросами. Вы недавно вступили на новую должность. С какими проблемами вы встретились? Может, с какими новыми деятельностями? Работа очень сложная. А самое сложное, наверное, вот с чем я столкнулся, к сожалению, с отсутствием кадрового резерва. У нас сегодня очень сложная проблема с кадровым резервом. Особенно на селе это чувствуется. Если здесь в городе, может быть, это не так сильно ощущается. Я поэтому очень рад встрече с вами. Вы наш сегодня кадровый резерв. Кроме того, ребята коснулись темы экологии, защиты бездомных животных и уличного освещения. Во дворах и в оправдах нет освещения. Мы думаем, что это очень опасно. И мы надеемся, что вы сможете решить этот вопрос. А студентка Казанского федерального университета Эльмира Саттарова разработала план-проект по созданию в центре города антикафе. Домашняя и уютная атмосфера, организованный досуг, это настольные игры, игровая приставка, просмотр фильмов, мастер-классы, музыкальные инструменты, маленькая библиотека, настольный теннис и так далее. Все это доступно для гостя. Антикафе в неограниченном доступе он платит лишь за время нахождения в этом пространстве. Также гость может пить чай или кофе, есть печенье в неограниченном количестве. После ответов на все вопросы глава района предложил депутатам Детской думы пройти в его кабинет, где показал свое рабочее место и ознакомил с работой электронного документа оборота. Мы конкретно молодежь нашего города узнали. Он дал ответы на наши вопросы, получается, мы много узнали от него. Он не просто ответил, а как-то добавил от себя сам. Какие проблемы по твоему мнению существуют в нашем городе? Ну, по моему мнению, ну, для меня лично это автобусы. Мы, у нас тренировки заканчиваются очень поздно, и на выходных вот мы ходим в Ледовый, и поздно, ну, уходим домой. И приходится нам идти пешком, а автобусы только ездят до полвосьмого. Я о главе сказал, ну, эту тему он сказал, что решит. Как думаешь, быть главой муниципального района легко? Ну, безусловно, это тяжелая работа. Три еще большого опыта и терпения, думаю. В этот день молодые депутаты выразили благодарность администрации города и района за предоставленную возможность поближе ознакомиться с работой Бавлинского депутатского корпуса и пожелали встречаться как можно чаще. Татьяна Овчинникова, Руслан Шехудинов, БРТ. Бавлинец Дмитрий Дмитриев признан одним из лучших молодых сварщиков Татарстана. Наш земляк отличился на ежегодном конкурсе профессионального мастерства, организованного Министерством по делам молодежи и спорту и союза молодежных предприятий и организаций Татарстана. Дмитрий работает в цехе поддержания пластового давления НГДУ «Баллый нефть». Он участвовал в номинации «Электросварщик» и среди 14 своих коллег занял второе место. Поздравляем Дмитрия и желаем дальнейших успехов! И к другим темам. Об изменениях в налоговом кодексе, который вступает в силу с нового года, шла речь на семинаре, который организовала налоговая инспекция для бухгалтеров нашего района. Семинар был организован в первую очередь для налогоплательщиков, которые будут отправлять отчетность по налогам на добавленную стоимость в расширенном варианте. Он будет передаваться налоговые органы с книгой покупок и выставленными счетными фактурами. Это очень трудоемкий процесс. На сегодня декларация как раз проходит тестирование. Ее еще будет плановое изготовление 31 декабря. Вот сегодня будет с нашей стороны как раз информирование про это, и чтобы каждый из налогоплательщиков был готов к первому кварталу для сдачи налоговой декларации. На семинаре налогоплательщиков проинформировали о том, что с 1 января вводится 32 глава налогового кодекса, который будет касаться нововведения начисления на имущество физических лиц. Налог будет исчисляться от кадастровой оценки, а это будет значительно отличаться от суммарной инвентаризационной стоимости, от которого на сегодня начисляется налог на имущество. Но дело в том, что если даже и будет налог исчислен от кадастровой стоимости, для налогоплательщиков новый налог будет, во-первых, исчисляться в 2016 году за 2015 год, и будет поэтапное увеличение налога в течение пяти лет. Дополнительную и подробную информацию о начислениях и налогах вы можете узнать в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 17 по адресу ходит Акташа21 или на сайте налог.ру. Красиво, но холодно. Тепло, но некрасиво. Северная мода. Мы знаем, как одеваться красиво и тепло. Растяни платеж с выгодой. Честная рассрочка на 24 месяца без первого взноса и переплат. Приходите. 20 декабря. ДК имени Мусы Джалиля. В селе Татарский Канды с ученики школы каждый год своими силами заливает каток. Он появился еще в 2009 году по инициативе директора школы Ильшата Халиулина. Ледовая площадка пользуется большой популярностью среди молодежи. Каток – это чудо-поле, которое можно сотворить своими руками. Ученики села Татканды так и делают. По словам директора школы, учащиеся с большим нетерпением ждут зимы и холодов, имея огромное желание кататься на лыжах и катке. Зима в этом году не спешит, но ребят это не останавливает. Со временем мы оборудовали специальную комнату для хранения спортивного инвентаря. Здесь очень тепло, поэтому здесь же юные хоккеисты переодеваются в спортивную форму. Кстати, приобрести 10 комплектов хоккейной формы в прошлом году нам помогли нефтяники. Каждый год залить каток водой, сделать ледовый игровой стадион помогают и односельчане. В этом году площадка заливается общими силами. Юные хоккеисты с нетерпением ждут торжественного открытия. Подробнее о строительстве хоккейного корта смотрите в нашем следующем выпуске новостей в понедельник 22 декабря. В Балах появились козы, только не настоящие, а снежные. Символ наступающего нового года активно используется при праздничном оформлении города. Итоги этой работы вчера подвела специальная комиссия. Глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гатиатуллин организовал объезд города, чтобы увидеть, в какой степени организации предприятия Бавлов готовы к встрече новогодних праздников. В объезде приняли участие руководители городских предприятий и организаций. Большинство зданий и территории уже полностью украшены иллюминацией и снежными фигурами. Отличный пример новогоднего оформления показали управление технологического транспорта, цеха и управление нефтегазодобывающего управления Бавлы и нефть и пожарная часть номер 109. Это в первую очередь создает праздничное настроение. Людям надо просто создать такое настроение. Не так тяжело в стране сегодня. Там давляют какие-то передряги финансовые. Пускай хоть здесь праздник немножко будет для людей. Поэтому я прошу понять и поддержать. Рамиль Гатятуллин высказал еще одно пожелание в адрес руководителей. В нашем городе растет очень много красивых елей. Некоторые из них оборудованы иллюминацией, но этого недостаточно. Количество украшенных деревьев нужно увеличивать из года в год. Такие предложения неоднократно вносили и жители города. Свой вклад в новогоднее оформление вносят и бавлинцы, которые проживают в частном секторе. Они тоже решили принять участие в конкурсе. К примеру, председатель Совета ветеранов нефтегазодобывающего управления Бавлынефть Чулпан Фадхолин около своего дома слепил Деда Мороза и Снегурочку, а также символ предстоящего года – козу. У организации, которые еще не успели оформить и украсить свои территории, есть время до понедельника. Вы сегодня посещали нефтепровод на той площадке, где устанавливается елка, то есть массовые гуляния, люди могут туда выйти. Ну да, свой, скажем, небольшой микрорайон, чтобы и тем же людям доступ до центральной елки далеко, на их участке, чтобы было тоже уютное место. Ожидается, что итоги конкурса по новогоднему оформлению будут подведены уже 22 декабря. Татьяна Овчинникова, Елена Давлетова, Нафис Газиев, БРТ. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Дорогие телезрители, будьте осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных. До новых встреч. Дорогие телезрители, будьте осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких. Температура ночи минус 3, днем до минус 1 градуса. Ветер южный 4 метра в секунду. В воскресенье 21 декабря следует ожидать пасмурную погоду и снег. Температура ночи в этот день останется на отметке 0, днем также около 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В понедельник 22 декабря синоптики обещают облачную погоду и снег. Температура ночи до минус 1 градуса, днем около 0. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин